Великой Октябрь Сегодня тоже в мире пахнет большой войной, и вы все это на себя ощущаете. В этом году исполняется 25 лет, когда Горбачев и Ельцин предали идеалы Октября и нашей победы. За эти 25 лет мы все испытали. И расстрел парламента, и две чеченские войны, в которых погибло 120 тысяч человек, и тяжелейшие теракты, дефолт, и дважды, фактически дважды, мы рухнули в финансо-экономический кризис, который обвалил страну в 2008 году, а в прошлом году в два раза обесценил российскую валюту. У нас есть возможность выбраться из этого кризиса достойно. В этой связи мы подготовили реальную программу, программу, которая позволяет стране развиваться. Выход от кризиса – это прежде всего развитие и созидание. Мы на Орловском форуме, который состоялся две недели назад, приняли программу. Вам сегодня должны были раздать. Вот она программа. Ее главный девиз – мы правы, мы сможем. Здесь 10 реальных конкретных пунктов, которые сегодня обсуждаются в трудовых коллективах. Я разослал этот материал в 2000 адресов от президента и членов правительства, членов Совета безопасности до губернаторов и всех законодателей страны, с просьбой, обсудив, дать свои рекомендации и предложения. Мы считаем, что эта программа абсолютно реалистична. Более того, трудовые коллективы, народные предприятия изъявили желание обсудить эту проблему непосредственно здесь, в хозяйстве Грудинина Павла Николаевича. Вот с ним познакомьтесь поближе. Он руководитель одного из лучших в стране хозяйств, которые показало за прошлый год, даже в условиях кризиса, суперклассный результат. По всем видам это комплексное хозяйство. Приглашаем вас 5 марта посмотреть и показать, как можно рядом с Москвой сохранить уникальное многотраслевое хозяйство, где средняя зарплата 74 тысячи рублей, где великолепно работают все цеха и производства, где лучшее клубничное поле страны, где все 150 сортов яблонь, которые реанированы в центре России, собраны и дают великолепные плоды и результаты, где прекрасное поголовье скотам. В этом хозяйстве построили в лучшей стране детский сад, великолепная школа, сейчас строится новая школа, будет в лучшей стране школа, которая будет учить по самым передовым технологиям русской, советской школы, впитав все лучшее из мирового опыта. В этом хозяйстве мы будем проводить этот наш форум, большой совет трудовых коллективов. Наша главная задача – сформировать новый курс, сформировать правительство национальных интересов народного доверия и провести честно, достойно предстоящие выборы, не используя грязных технологий, а опираясь на самый удивительный передовой опыт лучших хозяйств и предприятий. Перед вами представители народных предприятий разного уровня, разного класса, разной направленности, но все они успешные и все они демонстрируют в условиях кризиса самые высокие результаты. Владимир Иванович сейчас продолжит, представив саму тему и повестку дня нашего обсуждения. Уважаемые коллеги, трудовой коллектив – это основа реального сектора экономики, а именно через реальный сектор экономики, как показывает мировая практика и практика отечественная, можно выходить из кризиса. Только производство товаров широкого ассортимента может решить проблемы инфляции, может решить проблемы безработицы, может решить проблемы продовольственной безопасности и оборонной безопасности. Поэтому КПРФ уделяет все эти годы огромное внимание трудовым коллективам. Мы до этого провели два съезда представителей трудовых коллективов. И сегодня после Орловского форума экономического назрела необходимость посоветоваться с трудовыми коллективами по поводу опубликованной, выработанной экономической программы КПРФ. Мы сегодня знаем, главной бедой трудовых коллективов является отсутствие кредитов, отсутствие денег для решения назревших проблем и в первую очередь расширенного производства. Мы предложили, каким образом решать эту проблему, чтобы в промышленности, в сельском хозяйстве были деньги. Деньги длинные, способные решать самые сложные проблемы. Мы сегодня говорим о том, что необходимо защитить трудовые коллективы от всего того вульгарного, дикого, что в течение этих 20 лет проявилось в нашей реальной жизни. Рейдерство не обошло по существу ни одно предприятие, даже в том числе многие оборонного комплекса. Мы защитили тысячи таких предприятий от этого злого умысла. И эти предприятия сегодня успешно работают. Я повторяю, можно их назвать. Начиная, вот сегодня присутствует председатель правкома НПО «Молния», заканчивая всем известным народным предприятием Казанкова Ивана Ивановича. Но эта работа, к несчастью, работа по разрушению, захвату продолжается и не только в промышленности, в сельско-хозяйственном производстве, но сегодня это продолжается в научных учреждениях, в социальном секторе, в использовании лесного хозяйства и так далее. Мы сейчас устраиваем структуру юридической защиты наших трудовых коллективов. Мы сегодня еще раз, говоря о том, что поддерживаем все формы хозяйствования и все формы собственности, выстроили приоритеты крупных государственных предприятий, как формы хозяйствования, народных предприятий, которые себя показали как уникальными с точки зрения роста производства за последние годы, роста производительности труда и выход на хороший социальный аспект. Вот, допустим, Воронежское народное предприятие строительных материалов. Это уникальная система, это социалистический островок, где заботятся о каждом работнике. Точно так же это работа сегодня в ЗАО в народном предприятии совхоза Владимира Ильича Ленина, вот у Виктора Ивановича Таранина. И огромное количество предприятий, где сегодня действительно прообраз того трудового коллектива, к которому необходимо стремиться, нами поддерживается и развивается. Уважаемые коллеги, безусловно, безусловно, нам очень важно услышать, как относятся к нашей программе трудовые коллективы. Но это не только вот 5-го числа на этой конференции всероссийской, на этом совете. Мы до этого провели во всех регионах подобной конференции. И сегодня готовы вам доложить, что основные показатели, основные системные предложения Компартии России поддерживаются. Наведение порядка в банковской и кредитной системе поддерживаются трудовыми коллективами. Вопрос формирования бюджета развития через ту модель, которую предложила Компартия Российской Федерации. Это и через прогрессивный налог, это через монополию на алкоголь и табак, это все, что связано с национализацией добывающих отраслей, транспорта и ядроэнергетики, это все, что связано с девшаризацией, потому что там 800 миллиардов долларов ушли только за последние 14 лет, а за 22 триллиона долларов присели за рубежом. Все это вместе дает нам тот бюджет развития, через который вздохнет наше сельское хозяйство. Мы отработали отраслевые программы, их поддерживают наши конкретные сельскохозяйственные трудовые коллективы. Мы тогда, безусловно, обработаем все брошенные земли, мы тогда защищем государственное регулирование и будем через интервенцию иметь базисную закупку по абсолютному большинству товаров первой необходимости в агропромышленном комплексе. Мы восстановим наше машиностроение, электронику, восстановим все системы, от которых сегодня зависит как от иностранного технологического процесса и машинного оборудования, включая даже добычу полезных ископаемых. Нам необходимо в этих условиях хорошо позаботиться о коллективах науки, нам необходимо возродить наше образование, необходимо возродить через эту систему здравоохранения. В целом, говоря еще и воспитание человека труда, развитие производительных сил, борьбе с коррупцией махровой, которая сегодня, к сожалению, рассветает, мы в состоянии решить главные задачи возрождение экономики России и позаботиться абсолютно о каждом человеке, молодом и старом, и о том рабочем человеке, который в безопасных условиях может хорошо трудиться на свою семью и на нашу любимую Россию. Я должен вспомнить одну вещь. Я на прошлой неделе стоял напротив Минсельхоза Российской Федерации, а там напротив есть здание такое, там огромный плакат висит. И написано, герой нашего времени, и нарисованы летчик, врач, учитель, пожарный и спортсмен. Ни хлебороба, ни шахтера, ни слесаря на этом огромном плакате, который повесила мэрия Москвы, не существует. И на самом деле нам всем представителям трудовых коллективов надо понять, что такое Россия и чем она должна славиться. Если чиновниками, ну или спортсменами, это одно, один подход. А если руководитель, то есть, если предприятие является основой, если человек труда является основой всей нашей страны, то это другой подход. В 2012 году, когда произошли события на Болотной, Сергей Борисович Иванов, руководитель администрации президента, сказал, слушайте, а кто там собрался? Это же офисный план к тому. А что они производят? Ну, когда-нибудь государство должно услышать нас, представители трудовых коллективов, которые говорят, слушайте, вы не туда идете. Нельзя, когда президент говорит, что надо снижать налоги, повышать налоги. А вы посмотрите, что произошло. повысили налог на акцизы на топливо, платон, налоги на капитальный ремонт, торговые сборы. И все это произошло после того, как президент сказал, что ни в коем случае не повышайте налоги. Сказали, что нужно понижать давление административное на бизнес и одновременно дали повышенные штрафы в Коап. Значит, извините, скажем так, большинство в Думе, правящая партия, предложило увеличить штрафы и убрать вообще предупреждение из Коапа. И тут начинается разрыв сознания. Если главные все-таки у нас люди труда, то нужно как минимум освободить от непомерного гнета, сделать налогообложение не таким, как во Франции, самое консервативное и самое тяжелое, а сделать налогообложение таким, чтобы можно было развивать бизнес. Президент в своих майских указах в 2012 году написал, что нужно к 2015 году довести инвестиции в процент инвестиций в ВВП 25%. У нас было 18, стало еще меньше в результате за три года. То есть, правительство ничего не сделало для того, чтобы выполнить указы президента, для того, чтобы бизнес стал развиваться и одновременно с этим, с нас еще что-то требуют все время. Все больше и больше, заплатив казну, знаете, мне на прошлой неделе бумага интересная пришла, там написано, что чуть-то вы не повысили сильно заработную плату, почему налоги, подоход налог не добирается, объясните. Он говорит, мы на самом деле находимся в жесточайшем административном давлении со всех сторон. И несмотря на то, что президент Российской Федерации говорит, что нужно снизить давление, давление повышается. В этих условиях производить продукцию конкурентно способную практически невозможно. Я вот читаю программу КПРФ и понимаю, что каждый пункт под ним может подписаться любой человек, который занимается реальным производством, трудом, который каждый день должен встать в 8 часов прийти на работу и потом получить такую зарплату, чтобы обеспечить достойную жизнь своим близким. У нас пока этого не получается. На прошлой неделе приезжали молодые коммунисты. Они учились, вы проводите обучение. И вот сидит парень, у вас были. Да, у меня были, но я им показывал сархоз, из Чебаркуля. И он говорит, слушайте, я не знаю, куда я вернусь, потому что ЧТЗ завод закрылся, Метчила завод закрылся, меня перевели на меньшиную рабочую неделю, а я получал 36 тысяч, теперь буду получать 30 тысяч. И одно предприятие, которое еще работает, это птицфабрика. Но там текучесть такая, что начальник за каждый, скажем так, чих может выгнать, и раз в два месяца меняется почти весь коллектив. А жена у него там работает, говорит, боится потерять работу. И все малые предприятия вокруг закрылись. Неужели правительство не видит, что вот эта пагубная политика ничего не делания или делания того, чтобы еще раз задушить весь бизнес, приведет к тому, что просто люди начнут выходить на улицу. Поэтому если в ближайшее время, на мой взгляд, не пройдет, так сказать, новая экономическая политика, о которой так много коммунисты говорят, да и все здравомышленные люди в стране, мы, конечно, получим какие-то тактонические сдвиги, которых никому бы не хотелось. Просто я думаю, что всем нужно ознакомиться с этой программой и понять, что это выход реально из кризиса. Спасибо. Проблему тяжелого экономического положения страны нельзя рассматривать в отреле от темы образования. Казалось бы, недавно мы приняли новый закон о образовании, и он должен был нас направить на пути прогресса, но он, лишь, усугубил некоторые имеющиеся проблемы. Проблемы, ну, во-первых, он накладывает на государство, не накладывает на государство никаких обязательств по объему бюджетного финансирования, а государство наше привыкло экономить на образование. Соответственно, у студентов маленькие стипендии, низкая заработная оплата у профессорско-проподавательского состава, и тогда один педагог вынужден работать в трех-четырех вузах, что, естественно, не улучшает качество образования. Под эгидой повышения качества образования вузы захлебнулись от проверок Росубнадзора. Проверки Росубнадзора могут проходить в течение полугода три-четыре раза. Значит, и вместо того, чтобы заниматься учебно-воспитательным процессом, коллективы вузов, соответственно, занимаются бумаготворчеством, пишут всяческие отчеты о проведенных проверках. И еще, я не буду давать оценку тем федеральным государственным образовательным стандартам, которые наше министерство утвердило и продолжает утверждать, но они далеки немножко от жизни. Это лишь малая часть проблем в образовании, обо всех не позволяет сказать время, поэтому наше педагогическое сообщество будет поддерживать законопроект об образовании для всех, разработанные фракции КПРФ. Можно сколько угодно продолжать экономить на образовании, но только образованные люди способны сделать Россию предстоящим государством. Спасибо. В первую очередь я бы хотел поздравить всех присутствующих и тех, кто нас смотрит с сегодняшним праздником, праздником весны. Весна это прекрасное время, время перемен и надежд на лучшее, и, конечно, самое ответственное время для сельхозпроизводителей. Вопросы, которые сегодня волнуют меня лично как руководителя общеводческого хозяйства, это первый вопрос, сколько производить продукции и какой. если в том году картофель в это время стоил где-то 24 рубля, то сегодня картофель стоит 7 рублей при себестоимости 9 рублей, то есть 2 рубля с каждого реализованного килограмма от убыток, и 7 марта торговые сети сказали, что картофель будут закупать по 6.20, а идти еще куда-то некуда, значит, картофель будет уже 6.20, минус доставка 6 рублей, 3 рубля разница с каждого реализованного килограмма. Поэтому сейчас сидишь и ломаешь голову, что, вырастить столько, сколько в том году, или столько, сколько позапрошлом году. Вопрос стоит еще вопрос по картофелю, если говорим, семян. У нас семян, к сожалению, отечественных нет. Как это не прискорбно, но рынок, рынок, он все разрушил. И я прекрасно помню то время, как все это происходило, когда в 2000-х годах были гонцы из-за границы и предлагали нам элитные сорта картофеля бесплатно. Три года радовались, за это время они посмотрели, что наши овощеводческие семенные хозяйства развалились и диктуют, стали диктовать свою цену. Сегодня цена семенного элитного картофеля стоит около 100 рублей, а продаем сегодня картофель по 6 рублей. По 6 рублей продаем. Семена 100 рублей. Вот вопрос. Такой бандитский рынок сформировали в стране, уничтожив свои все элитные хозяйства, которые занимались семенами. Поэтому вот по этому вопросу я считаю у нас есть все возможности, есть запасы денежные, которые я считаю надо дать этим хозяйствам, реанимировать их и производить свои семена. в первую очередь картофель это наш второй хлеб. Дальше если говорить об овощах, о капусте, о свекле и так далее, у нас тоже семян своих нет. Вот все смотрим на его величество евро, на его величество доллар. Ну скажите, если такая огромная страна, мы что сами не в состоянии произвести семена, у нас есть ученые, у нас есть институты, у нас еще сохранились хозяйства, есть база, где все это можно реанимировать. Еще один вопрос, который меня очень сильно волнует, значит, это техническая оснащенность. Вот чтобы купить трактор у нас в России, значит, я обзвонил 10 заводов наших крупнейших и хочу сказать, что у нас нет своих тракторов для овощеводческих хозяйств, которые были бы пропашными, которые бы не уступали Дойцфару, Джон Диру, у нас их просто нет. Выпускает петербургский Кировец, К-700 огромный, который, так сказать, всю землю таптывает, но его можно использовать для пропашки, для больших гонов. А вот такие типы белорусов, у нас их просто нет. А сегодня вот эти все трактора Дойцфарт, Джон Дир, они стоят в среднем, лошадиных сил где-то 150-170 сил, они стоят около 15 миллионов рублей. Ну, скажите, почему я должен отдавать эти деньги куда-то за границу? Так их и нет, они огромные, огромные деньги для нашего хозяйства. Вместе с тем, хочу сказать, вот Липецкий тракторный завод, огромный завод был, до 18 тысяч человек там работало, сейчас закрывается, до конца банкротится, скажите, ну, может быть, нужно посмотреть правительству, выделить какие-то деньги, те деньги, которые необходимы для реанимирования, и сказать, уважаемые товарищи колхозники, потерпите два года, через два года у вас будет свой, лучший трактор, чем Джон Диры и Дойцфары. Мы готовы потерпеть два года, поработать на этой технике, но если я знаю, что трактор будет через два года новый, что он будет дешевле, что он не будет уступать, а может быть, даже превышать аналоги заграничных, ну, друзья, это бы вселило радость у нас, да, мы бы ждали, и сколько можно бы было сейчас рабочих мест занять, если там до 18 тысяч работало, но это должно государство скоординировать, скоординировать, составить планы, дать задания, а мы, такая огромная страна, закупаем тракторы у белорусов и далее. Но белорусов еще, ладно, они свои все-таки, им не жалко и деньги, так сказать, перечислить. Виктор Иванович, белорусские тракторы за прошлый год произвел 45 тысяч тракторов, начиная от того, который чистит тротуары, до больших и продал в 72 страны мира. Я предлагал давно нашим сконцентрировать внимание и поддержать сельхозмашиностроение. Просто не занимаются, вы правильно говорите. Поэтому, конечно, вот я и почему здесь, так сказать, нахожусь, вот эти вопросы, они настолько больны для каждого руководителя сельхозпредприятия. И так обидно, что такая страна, которая производит такие замечательные самолеты, танки, и там, где министр занимается, занимается. Там есть у нас и победа, и там у нас есть и успехи. Но я считаю, что вот этими вопросами, как своя техника, сельхозмашины, надо купить, значит, какой-то опрыскиватель. Он не какой-то опрыскиватель. Без него никак необходимо, он работает все лето, да? Не можем у себя купить. Ну, разве это не стыдно? Покупаем за границей, значит, за 38,5 тысяч евро, да, это на деньги переводить, три с лишним миллиона. Ну, что у нас, это нельзя организовать, если бы кто бы этим занимался? И кто у нас ответственный за это, за трактора сегодня, за сельхозмашины? Кто? Министр сельского хозяйства? Может быть, не знаю. Но если он ответственный, так отвечает, ну, это просто обидно, да, слез. Поэтому я считаю, что вот у нас имеются все возможности, но нужно менять, менять экономическую политику. И чем быстрее мы ее поменяем, тем будет лучше для всех, для нас, лучше для России. Современные экономические условия требуют взрывного роста промышленного производства. Однако мы знаем, что рыночные механизмы способны решать эти проблемы только на растущем спросе. Однако что же делать в кризис? Конечно, необходима роль государства здесь. Но какие должны быть первоочередные шаги? Мы считаем, что основой промышленной политики должна стать выявление и расшивка узких мест в отраслях промышленности. Мы производим различные ассортименты технической продукции, акриловые ванны, душевые кабины, мебель для ванных комнат и, как следствие, задействованы в самых разных технологических цепочках. Находясь в конце этих цепочек, выпуская конечную продукцию, нам четко видны разрывы. То есть те самые узкие места, которые сдерживают развитие промышленного производства. Достаточно привести простой пример. Душевые кабины. Рынок душевых кабин на сегодня практически полностью контролируется импортерами. Ключевой составляющей душевых кабин является набор стеклянных элементов. То есть это стеклянное ограждение. На сегодня этот набор российского производства можно приобрести в полтора-два раза дороже аналогичного китайского. Хотя стекольная промышленность развита неплохо. Однако сложилась она в период роста строительного бума. И видимо запрос от сантехников был разрознен или недостаточно силен. Поэтому на сегодня в России нет ни одного предприятия, которое бы закрывало этот вопрос. Вследствие чего мы вынуждены например сами этим заниматься. Да, мы запускаем линию такую. Да, она решит наши проблемы. Но мы решаем эти проблемы для себя. Но в дальнейшем нам надо будет загрузить эту линию, потом понять какие перспективы еще у нас существуют на рынке и только потом заняться расширением производственных мощностей. Но у государства это совсем другие задачи. И если бы стекольная отрасль например заранее знала емкость рынка вот этого количества этих изделий требуемых на рынке, то наверняка нашлось бы несколько предприятий, которые бы с удовольствием вступили в конкуренцию с импортной продукцией. Но сейчас уже времени просто нет просто так информировать участников рынка о том, что там или там какие-то проблемы. Сейчас уже необходимо выявлять выявив эти узкие места всячески стимулировать промышленность для того, чтобы она развязывала эти проблемы для отрасли для всей отрасли в целом. Таким образом государство в том числе выводит конкуренцию, помогает выводить конкуренцию в промышленных отраслях на более высокий уровень. И ну как бы ладно. В заключении просто хочу сказать, что на мой взгляд, на наш взгляд необходимо государству сегодня на основе статистики выявлять основные направления импортозамещения, потом разбирать по цепочке промышленные звенья, выискивать, находить там проблемные места, подтверждать это на земле с предпринимателями и после этого уже реализовывать эти проекты с помощью государства. Я представляю здесь трудовой коллектив МПО-Молни. Ну наверное многие знают был такой орбитальный корабль Буран, который создавался на нашем предприятии. Сейчас вот как раз 40 лет фирме исполнилось на этих днях, тем не менее созданная когда-то академиком Лозинским под глобальные задачи. Фирма сейчас находится в не в лучшем состоянии. В общем-то попала в сферу интересов частной компании, которая на наш взгляд придя незаконным путем в руководство повело курс на ликвидацию предприятия путем преднамеренного банкротства. мы вынуждены были в такой ситуации, когда в постоянную смену руководителей восемь уже директоров поменялось. Трудовой коллектив взял на себя ответственность и в общем-то сейчас мы взяли задачу в суде и пять лет уже не даем ввести последнюю стадию конкурсное производство в отношении предприятия. Дается это все нелегко, пришлось подключить все силы, в том числе с использованием депутатского корпуса фракции КПРФ. Это позволило обратить внимание президента на наше состояние. Президент дал указание фирму предотвратить банкротство и прекратить процедуру банкротства. Тем не менее силы, которые оказались у власти на предприятии достаточно серьезные. Вплоть до того дошло, что пытались отменить решение президента, несмотря на то, что все находится на контроле администрации и так далее. И сейчас 14-го числа у нас суды очередные, где мы подали уже в рамках проверки счетной палаты, которая по нашему и депутатскому запросу проводила проверку в октябре месяце, выявила огромные нарушения, что дает нам основание обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлением о возбуждении дела по преднамеренному банкротству. Это колоссальное сопротивление идет. Просто колоссальное. 14-го числа рассматривается наше заявление об отстранении руководства. У нас тоже есть основания, потому что, как я уже сказал, пришли они сюда незаконным способом. Но, несмотря на подключенные усилия всех и депутатов и разных структур, я пускаю тут подробности не рассказываю, тем не менее, вот только вот используя все возможности, можно отстоять предприятие. Хотя, я говорю, борьба не закончена и сейчас в общем-то все в очень сложной стадии. Хотя у нас есть свои наработки, которые не дублируются, я тоже сейчас не буду об этом говорить, которые создают паритет в общем-то в определенной сфере многоразовых авиационно-космических систем, дублирования нету у нашего предприятия в стране, вот, тем не менее, кому-то выгодно, чтобы оно исчезло. Сейчас под угрозой находится научно-технический архив, сейчас, поскольку с коллективом не смогли справиться сразу, вот, сейчас взоры руководство обратило на научно-технический архив и, в общем-то, в общем-то вызывает опасения определенных действий, в конце концов может все это привести к утрате всего накопленного сорокалетнего задела по многоразум космической системе России. Вот, в общем, собственно, такие дела, год 14-го, опять суды, так что посмотрим, борьба продолжается. Илья Владимирович, мы с вами встречались и обсуждали, и официально эту записку отправил и беседовал с бывшим руководством в стране. Я хочу, чтобы Совет Безопасности всерьез занялся этим предприятием. Павел Николаевич Грудинин тоже испытал и судили, запрещали и допрашивали. Его хозяйство пытались распродать, давали за сотку по 50 тысяч долларов. Предприятие работает, отбились надежно и народ ее реальным поддерживает. То же самое было с Казанковым, куда пришлось в Мариэл вывозить две тысячи молодых людей, чтобы отбить одно из лучших предприятий, которое стало победителем европейского конкурса. Нечто похожее сегодня творится и в целом ряде других мест. Поэтому власти надо на это обратить внимание и обеспечить реальный суверенитет. Вот что нас собрало здесь на пресс-конференции и на предстоящем форуме Совете Трудовых Коллективов. Вот наша программа из десяти пунктов. Фактически и здесь сидящие, и те, кто приедет, разделяют наш подход. Прежде всего, необходимо восстановить экономический суверенитет и реальную независимость страны и дать возможность работать всем трудовым коллективам. Мы считаем, что наша программа, которую мы приняли, позволяет это сделать и защищает именно трудовые коллективы. Второе. Минеральная сырьевая база России обязана служить всем гражданам. За прошлый год вашего сырья продали на 20 триллионов рублей. В бюджете оказалось только 8. Не стою повторять, когда был Ордынский, их обрали со двора десятину, а это из 20 взяли 12. Рассовали по карманам наши олигархи и российская и их иностранные покровители. Полное безобразие и безумие. Третье. Экономика должна стать наукоемкой и развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений. Мы в состоянии это решить проблемы. Еще недавно наша страна давала треть мировых изобретений. Каждый третий пассажир в мире летал на илах и тушках. Сегодня не хотят делать современную технику, все уповают на рынок, а этот рынок обложил санкции, и люди не в состоянии эффективной работы. Мы подготовили новый закон образования для всех, внесли в Думу, если граждане поддержат, в том числе избирателей, тогда совсем будет иная картина. Четвертый срочных мер по спасению требует сельское хозяйство. Вот сейчас и Виктор Иванович и Павел Николаевич говорили об этом. Это лучшие предприятия, которые в состоянии кормить не только 145 миллионов своих граждан, еще 500 миллионов, и дохода от сельского хозяйства, от продовольствия будет два раза больше, чем о нефте, газах вместе взятых, но это воспроизводимые производства. Мы настаиваем на принятии этих мер, тем более Владимир Иванович внес закон о торговле, который позволяет отрегулировать цены, прежде всего цены на товары первой необходимости. Пятая необходимость и мерно поддержать народные предприятия, ярко демонстрирующие свою эффективность. Почему нам не создать в каждой области республики по пятку десятку таких предприятий? Мы решим проблему импортозамещения и продовольствия за два года и решим ее успешно и очень эффективно. Настало время мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны. Нам надоело слушать, что нет денег в стране. 58 триллионов рублей лежат или в чужих банках, или в запасниках, или где-то под подушкой. Они не используются. Давайте их пустим в оборот для поддержки отечественного производства талантливых граждан, защитим малоимущих, поддержим детей войны. Давайте их используем на национальный интерес. Почему они работают на дядю Сэму или еще кого-то, на кучку, небольшую кучку олигархов? Мы не раз предлагали ввести контроль над ценами на товары первой необходимости на лекарства. Вместо этого сейчас на бензин, солярку, керосин сдувают цены, и все это пойдет по всей цепочке. Это последнее решение, которое протащило Единая Россия в Думе, на мой взгляд, абсолютно провокационное. Оно не учитывает напряжение, которое есть в обществе. Вы сейчас увидите, как эта цена поползет по всей цепочке. Во всем мире, в связи с тем, что цены на нефть сократились 140 долларов за баррель до 30-35, в Америке бензин и солярка подешевели вдвое. У нас сдувают абсолютно необоснованно. У нас надо изменить налоговую систему. Сейчас внесли, предложили. Наш принцип заботы о стране это забота о людях и вопрос о судьбе культуры нравственных ценностей в современном мире стоит очень остро. Вы это видите и ощущаете. Снова гонят волну русофобии, антисоветизма и неуважения к человеку труда. Мы надеемся, что вы ознакомитесь с нашей программой. Эта программа вышла 7-миллионным тиражом и мы крайне заинтересованы, чтобы каждый гражданин в стране ознакомился. Она написана доступным языком, вполне понятна. И мы хотели, чтобы обсудили и трудовые коллективы, и законодательные собрания, и в каждой семье собрались, потому что выборы это прежде всего выбор программы, команды и достойной жизни. Для нас это принципиально важно. Они грязные технологии, которые снова льются с различных экранов. Вчера уже вытащили из запасников Караулова, только потому, что появилась эта программа. Сейчас начнут пакостить и отвлекать внимание граждан на совершенно второстепенные вещи, хотя в стране требуется новая экономическая, социальная политика и сильная команда. Пожалуйста, ваши вопросы. Редактор субтитров Корректор